Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике собраны самые интересные новости IT, поэтому досматривайте его до конца, чтобы быть в курсе всех событий. И с вашего позволения я начну с самой правдивой и рекомендованной цены на видеокарты Nvidia. Компания Asus, единственная среди партнеров Nvidia, сообщила рекомендованную стоимость обновлённой RTX 2060, которая получила 12 ГБ памяти GTDR6. Видеокарта была выпущена еще 7 декабря, но Nvidia тогда не стала делать анонс и даже не объявила стоимость. В пресс-релизе немецкого отдела Asus указано, что рекомендованная цена версии Dual Ivo составляет 494 евро. А рекомендованная стоимость такой же версии RTX 2060 на 12 ГБ, но с небольшим заводским разгоном, составляет 500 евро. Как пишет немецкий портал ComputerBase, это примерно на 100 евро дороже оригинальной версии RTX 2060 с 6 ГБ, которая была выпущена Asus в 2019 году. При этом отмечается, что версию с 6 ГБ можно встретить в магазине но найти её дешевле 600 евро невозможно. И несмотря на анонс Asus, фактическая стоимость видеокарты RTX 2060 на 12 ГБ будет выше рекомендованной цены. Примечательно, что ближайший аналог в виде RTX 3060 на новой архитектуре Ampere в той же Германии невозможно найти дешевле 690 евро. Ну а как мы знаем, RTX 3060 до сих пор имеет MSRP в 330 долларов, тогда как более слабая карта получила ценник в 500 евро. По данным тестов, RTX 3060 примерно на 25% быстрее в играх без трассировки лучей и примерно на 40% быстрее с трассировкой, чем RTX 2060. Но если взглянуть с другой стороны, то MSRP озвученное Asus хоть как-то походит на правду, ведь смысла от объявления ценников самой Nvidia нет никакого. Аналитическая компания TrendForce опубликовала свежий прогноз касающийся поставок оперативной памяти DRAM. Несмотря на снижение запасов DRAM у производителей компьютеров, TrendForce заявляет, что общий спрос на чипы памяти войдет в период циклического спада. В итоге в первом квартале следующего года цены на оперативную память DRAM упадут от 8 до 13%. По итогам последней четверти текущего года сильнее других подешевеет оперативная память для ПК где-то на 8-10%. Также на 3-8% снизится цена чипов оперативной памяти для серверов и мобильных устройств. А вот память для графических ускорителей подешевеет не более чем на 5%. Стоит отметить, что когда цены на мобильные чипы памяти начали падать, некоторые поставщики перераспределили часть своих мощностей на выпуск DRAM для ПК. В результате этого запасы DRAM для ПК в ближайшее время должны только увеличиваться. TrendForce предполагает, что снижение цен на чипы DDR4 в первом квартале составит до 10%, а DDR5 подешевеет максимум на 8. Цены на графическую DRAM, по прогнозам экспертов, останутся неизменными в начале будущего года. Витрина графической памяти подвержена колебаниям, и эта ситуация усугубляется из-за спроса на видеокарты со стороны майнеров. И ещё результаты последних исследований демонстрируют, что поставщики постепенно смещают акцент с производства 8-гигабитных модулей GDDR6 на выпуск 16-гигабитных чипов. Венгерская компания Final Wire сообщила о доступности новой версии диагностической утилиты AIDA64. К числу главных новшеств выпуска относится улучшенная поддержка процессоров Core 13-го поколения или Raptor Lake и модули оперативной памяти DDR5. Также появилась детальная информация о видеоадаптерах NVIDIA RTX 2060 на 12 ГБ и RTX 3080 Ti лэптоп GPU. И ещё добавлена предварительная поддержка процессоров Meteor Lake, образцы которых уже тестируются в лабораториях процессорного гиганта. Французский отдел Aorus показал интересный концепт ПК Aorus Project Stealth, в котором все провода питания расположены с внутренней стороны материнской платы. Такой подход не только повышает эстетичность финальной сборки, но и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. По сути, игровой бренд Aorus предложил концепцию иного расположения разъемов внутри ПК. Например, в случае с материнской платой производитель предлагает перенести 24-контактный разъем для питания самой платы, разъемы для питания процессора, а также порты SATA на обратную сторону. Также предлагается вывести разъемы для подключения кнопок запуска и перезагрузки ПК, звука, USB-коннекторов и разъемы для подключения дополнительных вентиляторов. На обратную сторону платы также предлагается перенести батарейку BIOS. Ведь современные материнские платы часто оснащаются декоративными кожухами, закрывающими от глаз пользователей поверхность платы. С одной стороны это улучшает презентабельность системы, а с другой может усложнить жизнь пользователя, ведь до батарейки очень сложно добраться. Концепт Aorus Project Stealth также подразумевает изменения расположения разъемов питания у видеокарт. Их можно перенести с верхней стороны в нижнюю часть видеокарты, которая направлена в сторону материнской платы. Однако у предложения Aorus имеется один, но существенный недостаток. На уровне рынка ПК реализовать такой концепт будет весьма непросто, если производители компьютерных корпусов материнских плат и видеокарт не разделят эту идею. С другой стороны, компания Gigabyte сама выпускает блоки питания, материнские платы, видеокарты и компьютерные корпуса, поэтому эту идею она могла бы реализовать хотя бы на уровне своего бренда. А на CES 2022 производитель собирается более подробно рассказать о концепте ПК Aorus Project Stealth. Стало известно, что специалисты Сбера провели оценку применимости к своей экосистеме серверов на базе отечественных процессоров Elbrus. По итогам тестирования было сделано заключение о невозможности использования такого оборудования из-за его технического несоответствия требованиям организации. Об этом сообщило издание CNews со ссылкой на данные, полученные от представителя лаборатории Сбера. Он говорит, что технические выводы достаточно простые, очень слабо для сравнения с Intel Xeon, мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены. По итогам тестирования серверы показали соответствие с 7 из 44 параметров. Сбер говорит, что МЦСТ раньше с такими тестами никогда не встречались, ведь не работали с коммерческими компаниями. В итоге они передали им результаты тестов и видят некий потенциал роста производительности в их решениях. И хотя на данный момент Сбер говорит нет, но они приятно удивлены, что это вообще работает. Стало известно об уязвимости в инструменте журналирования Log4j для ведения логов, который как открытый код распространяется в составе Apache Logging Project. Такая уязвимость позволяет простыми средствами и без специальных навыков получить полный контроль над уязвимыми устройствами. Масштаб этой проблемы просто поразил специалистов, а на ее устранение могут уйти недели или даже месяцы. Уязвимость Log4j обнаружили и классифицировали специалисты Alibaba Cloud. Они дали ей название Log4shell и номер CVE 2021-44228 с присвоением наивысшего класса опасности. Написанный на Яви инструмент журналирования Apache Log4j используется в огромном числе программ. Поэтому проблема затрагивает миллионы компьютеров и всего одна строка кода позволяет включить команды в пользовательские агенты браузеров. При обработке зараженных логов уязвимая система загружает вредоносный скрипт из указанного злоумышленником домена и обрабатывает его. Другими словами, уязвимое приложение или сервер переходит под контроль злоумышленника. По имеющимся данным Log4shell уже используется для заражения уязвимых устройств, вредоносами для установки криптомайнеров и для масштабных DDoS-атак. Уже известно об атаках на Apple iCloud, Steam и Minecraft, а Microsoft сообщила о случаях сброса маяков Cobalt Strike, что намекает о скорой атаке на серьезные сетевые ресурсы. С прошлой пятницы специалисты Checkpoint зафиксировали около 846 тысяч кибератак, в которых использовалась уязвимость Log4shell. А в некоторые моменты компания фиксировала более 100 кибератак в минуту. Уязвимой оказалась библиотека Log4j версии Do2.14.1 и в настоящий момент уже выпущено обновление до версии 2.15.0 с исправлением. Однако гарантии безопасности пока нет, поскольку многие компании могут рискнуть и временно оставить свои системы под угрозой. Так как простой в предпраздничные недели может быть чреват потерей дохода. Компания Google нанимает сотрудников команду Augmented Reality OS, которая займется созданием программного обеспечения для инновационного устройства дополненной реальности. На это указывает список вакансий, обнаруженный ресурсом 9to5Google. Команду возглавляет присоединившийся к Google на этой неделе Марк Луковский, который работал в мета над созданием альтернативы Android и был соавтором Windows NT. Судя по этой информации, Google все более серьезно относится к разработке и выпуску AR оборудования. Возможно компания готовится представить конкурента первой AR гарнитуре Apple, которая согласно утечкам дебютирует в следующем году. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком и подписаться на канал чтобы не пропускать свежие новости. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем кто поддерживает ролики. До скорых встреч, друзья.